Я уже говорил о том, что социальные последствия этих карантинов, в том числе в сфере образования, могут быть фантастически плохими. Но ссылаться я ранее мог только на некоторые частные беседы. Вызывавши в меня глубокое отвращение. А вот теперь я могу сослаться на что-то другое. На объективную, открытую информацию, исходящую из уст автора, который нечто изрекает. 15 апреля 2020 года журнал «Профиль» знакомит нас с весьма специфической позицией Тимофея Бордачева, программного директора клуба «Валдай», научного руководителя Центра комплексных европейских международных исследований, НИУ, ВШЭ. Я лично ждал, повторяю, что рано или поздно позиция наших специфических элитариев будет озвучена. Но я не ожидал, что она будет озвучена так быстро и так жестко. А это очень важно, потому что вирус – это одно, а соответствующая элитаризация мира и переход к какому-то положению супергосподства и суперподчиненности, супергосподства меньшинства и суперподчиненности большинства – это вопрос другой. И они связаны, потому что есть ли это искусственное происхождение, если кто-то зачем-то это делал, то это делалось для того, что надо понять. Я не могу сейчас сказать для чего, я скажу чуть позже. Но это надо понять, потому что это и называется смысл игры. Так вот, Бардачев говорит о специфическом, но очень важном аспекте изменения после кризиса – дифференциации образования. Я ничего не выдумываю и ни на кого не клевещу. Я цитирую то, что было сказано в профиле. Останутся, говорит Бардачев, и десятки тысяч избранных, имеющих возможность получить образование в полноценном социальном общении, то есть очно. Очное общение и образование помогают соотносить свои интересы с интересами коллектива и таким образом развиваться как личность и лидер. Онлайн такую возможность ограничивает. Но лидеров, говорит Бардачев, в обществе не должно быть много, особенно в условиях сокращения ресурсов. И личностей тоже не должно быть много. Как говорится, личность и лидер, и личностей тоже не должно быть много. А много должно быть кого? Слизи, которую потом надо зачищать? Между тем, положение крайне серьезное. Коронавирус не существует сам по себе вне вот таких вот затей, вне политических затей, вне военных затей и вне экономики. 16 апреля 2020 года известия сообщают, что отрасли российской экономики, сильнее всего пострадавшие от ситуации с коронавирусом, могут потерять 17,9 триллиона рублей, а 15,5 десяток миллиона человек могут потерять работу. Именно к этому выводу пришли, как сообщают известия, аналитики Национального рейтингового агентства. Все чаще и чаще ведущие иммунологи и эпидемиологи приходят к выводу, что официальная информация о коронавирусе не соответствует действительности. Профессор вирусологии, эпидемиологии и статистики Стэнфордского университета Джон Иоаннидис пишет в медиапортале StatNews. Через три месяца после вспышки эпидемии большинство стран, включая США, не имеют возможности проверить большое количество людей. И ни в одной стране нет надежных данных о распространенности вируса в репрезентативной и случайной выборке среди населения в целом. Эта фиаско-доказательств создает огромную неясность в отношении определения степени летальности COVID-19. Сообщаемые ВОЗ-показатели смертности 3 и 4 вызывают ужас и не имеют смысла. Это кто говорит? Профессор вирусологии, эпидемиологии и статистики Стэнфорда, цитадели американской науки и образования. Единственным случаем, когда тестировалось все население, был круизный лайнер Diamond Princess и его пассажири, посаженные в карантин. По тем тестам показатель смертности составил 1,0%. Причем в основном это были пожилые люди, путешествовавшие на этой принцесс. На научном сайте Science Direct группа французских врачей подтвердила расчеты Анидиса, придя к выводу, что летальность COVID-19 существенно отличается от РВИ, вызванных ранее известными коронавирусами. Я не буду говорить, так это или не так. Это сделала группа профессиональных врачей, солидаризируясь с позицией выдающегося представителя, выдающегося Стэнфорда. Это не случайные люди сделали, ни мошенники, ни скандалисты. Проблема COVID-19, говорят они, вероятно переоценена. Отмечаю, что в настоящее время в мире распространяются 4 разных коронавируса, которые заразили часто бессимптомно миллионы людей, но которые при этом отличаются пока что достаточно низкой летальностью. Пока что. Группа китайских и американских вирусологов в статье в самом авторитетном медицинском журнале мира Nature Medicine представила данные по китайскому городу Ухань, где COVID-19 был зафиксирован впервые. Риск летального исхода в районах за пределами провинции Хубей составлял 0,85% и 1,214% для города Ухань, что хорошо коррелирует с данными ионидиса. Международный медицинский портал BMG, ссылаясь на исследования ведущих ученых, пишет, что подавляющее большинство инфекций не приводит к появлению симптомов. Сержио Романи, профессор клинической монологии Фролентийского университета, говорит, что большинство людей, инфицированных коронавирусом, симптомы не проявляются. Данные Романи основаны на исследовании, проведенном в полностью изолированной деревне с населением около 3000 человек на севере Италии, то есть в одном из мест заражения. Этот Романи скандалист, выдумщик, научный фантаст, он профессор клинической монологии Фролентийского университета, одного из главных университетов Европы. И он говорит про конкретных исследований, говорит, посмотрите мои данные, вы считаете, что я нечестно их веду, эти исследования что ли? А с форентийцами, китайцами и американцами солидарно-австрийские медики в Центре медицинской статистики Венского университета, проанализируя данные по смертности в Австрии на первую декаду апреля, пришли к выводу, что кривая летальных исходов от COVID-19 приблизительно соответствует, цитата, нормальной, в кавычках, смертности среди мужчин и женщин в определенных возрастных группах. Иными словами, большинство людей, имевших положительный результат теста на коронавирус, умерли, как считают австрийцы, профессионалы, от старости. Теперь швейцарцы. Сообщения о молодых и здоровых людях, скончавшихся от коронавируса, при ближайшем рассмотрении оказались ложными, говорят представители независимой швейцарской следовательской группы. Swiss propaganda research. Многие из этих людей либо умерли не от COVID-19, либо у них были серьезные предпосылки, например, недиагностированный лейкоз. О том же самом пишут англичане, британская газета Guardian и испанцы, портал Goocom. Я не опровергаю данные врачей, обалдевающих от того, кем именно заполнены больницы. Я не говорю, что COVID-19 не представляет собой ничего серьезного. Я вообще считаю, что моя задача структурирование профессиональных мнений и выяснение того, что находится за ними. Иногда за ними ангажемент, иногда ошибки, иногда избыточные суждения. Но очень часто профессионалы знают, о чем они говорят, и им очевидным образом затыкают рот. Китайская газета Жимин Жимбао спрашивает. Скажите, а почему запретили своим ученым обсуждать COVID-19? Спрашивают американцы. Что касается возросших показателей смертности, например, в Северной Италии, то ученые склоняются к выводу, что причиной этого в загрязнении воздуха и заражении легионеллой, бактерией, вызывающей острую инфекцию, а также в низком уровне развития систем здравоохранения и ухода за престарелыми, в том числе и за паники. Перегрузка систем здравоохранения в США, Великобритании, Испании и Италии, наблюдаем в настоящее время, не является чем-то необычным, утверждают ученые. В 2018 году больницы по всей территории США были заполнены больными обычным вирусным гриппом. В штате Алабама было объявлено ЧП в связи с перезаполнением больниц обычным вирусным гриппом. В том же 2018 году отделения интенсивной терапии в Милане были полностью забиты гриппозными больными. А в Испании грипп переполняют больницы почти каждый год. Так что происходит реально не просто со смертью от ковида? Она имеет место, она ужасна, она не выдумана, а с цифрами этой смертности. Президент немецкого института Роберта Коха, очень важная организация, Лотар Виллер, на пресс-конференции 20 марта заявил, что причиной смерти умерших с положительным результатом теста в Германии власти официально считают коронавирус, несмотря на наличие других болезней. То, что в Германии обстоит дело именно так, подтвердил немецкий вирусолог Хендрик Штрек, приведя пример 78-летнего мужчины, который умер от сердечной недостаточности без малейшего поражения легких, но был включен в статистику смерти от коронавируса. А что происходит с этим экспонентом? У нас экспонента заражения коронавирусом. Дело в том, что число тестирований во многих странах увеличивается в геометрической прогрессии. Швейцарский медик Феликс Штолькман приводит у себя в Твиттере соответствующие данные по США, Германии и Швейцарии. Позицию ведущих вирусологов, господа вердиктчики, поддержала ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения. Вопреки своим первоначальным заявлениям, в конце марта ВОЗ разместил на своем сайте информацию о том, что никаких свидетельств о распространении вируса воздушно-капельным путем нет. А ведущий немецкий вирусолог, Хендрик Штрек, не обнаружил ни воздушно-капельного, ни контактного пути передачи. Вы сказали, что везде брали пробы, и даже у кошек. Где в основном были вирусы? Мы сами хотя и обнаружили вирусы на ручках дверей или в туалете, на раковине. Взяв эти пробы, мы попробовали эти пробы размножить, чтобы узнать, может ли этот вирус размножаться, будет ли он заразный. И это у нас ни в одном случае не получилось. Это означает, что мы ДНК мертвых вирусов, РНА, мертвых вирусов обнаружили, но из этого не удалось получить живой. Но я считаю, на основе тех результатов, которые у нас уже есть, что ручка двери может быть только заразной, если кто-то чихнул в руку и потом взялся за ручку, а затем другой к ней прикоснулся. Но мы были в домах, где находилось много серьезно зараженных людей. И, несмотря на это, мы не обнаружили ни одного живого вируса ни на одной поверхности. Я не хочу сказать, что беды нет, что все это только выдумки и так далее. Я не ковид-диссидент, не человек, который хочет сказать, что высосано все из пальца. Я вообще считаю, что задача эксперта на данном этапе бесконечно и в бесконечных количествах исследовать, если проблема ответственная, мнения специалистов и приводить их в какую-то систему. О причинах устрашающей статистики заболеваний поведал американский врач Скотт Дженсен, который является по совместительству сенатором от штата Миннесота. 8 апреля в эфире Fox News, видимо, консерватор, он рассказал о том, что в свидетельствах о смерти, причиной смерти врачи указывают COVID-19, что, по его мнению, является, цитата, полным бредом врач и сенатор США. Дело в том, что американская страховая система Medica выплачивает 13 тысяч долларов за пациента с коронавирусом и 39 тысяч, если этого пациента подключают к аппарату искусственной вентиляции легких. Представляете, что это значит деньги? Дженсен сказал, а это уже не шутки, это не болтовня и не конспирология, что получил документ на семи страницах с инструкцией, указывающей, как надо заполнять свидетельства о смерти с диагнозом COVID-19 без лабораторного теста, подтверждающего, что у пациента действительно был вирус. Врач должен написать, что смерть пациента произошла, возможно ли предположительно, от коронавируса. Дженсен продемонстрировал эту инструкцию в прямом эфире. Кто-то дальше чем-то тут занялся? Авторы инструкции были наказаны? В США это происходит, а здесь нет? В соответствии со спецификой данной территории. В одном анекдоте мама говорит отцу, что мальчик уже подрос, и надо ему объяснить, как рождаются дети, но как-то сделать очень тактично, на примере с птичками и так далее. Ну, папа чем-то занят, она его отрывает, говорит, иди, объясняй. Он, говорит, своего балбеса зовет, говорит, иди сюда. Когда на юге были, помнишь, по бабам ходили? Помню. Делает паузу и говорит, так вот, у птичек то же самое. В Америке это происходит, у неких птичек на нашей обиталанной земле происходит то же самое с поправкой на цифры и на хищность, которая, уверяю вас, ничуть не меньше. Я уже говорил о швейцарской, немецкой, итальянской и прочей информации огромной, о том, что там первоначальные суждения по поводу COVID-19 не вполне точны. Ну, так вот, говорят, что наших суждений нет. Как нет? Как это они не меняются? Конечно, меняются. Больше узнаем, меняем суждения, да? Но только тогда надо изменить политику. 2 апреля 2020 года некие суждения были изменены, потому что оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом официально сообщил к вопросу о том, как мы относимся к официальной информации с большим уважением, официально сообщил, что более половины заболевших в Москве люди моложе 45 лет. Мама родная, и никто не заметил этого официального сообщения? В столице подтверждено 595 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 2475 случаев коронавируса. Это 2 апреля. Почти 46% средненомых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45, 33 – от 46 до 65 и около 15% старше 65, причем 6% из них старше 80. Еще 6% – числа заболевших дети. А как же эта информация сочетается с особыми запретами на прогулки стариков и прочее? Ведь один и тот же оперативный штаб и запреты устанавливает, и с данной информацией нас знакомят. Ну так вы, либо-либо, вы не демонстрируете нам, что вы проблемно-адекватные. Уж ведите линию, чтобы вам верили. Несколько слов о том, что связано с ковидом лишь косвенно, но имеет существенное значение. Даже более существенное, чем там ситуации с Бусалом и Быковым, потому что там-то все связано через политическую напряженность. А здесь через нечто, что позволяет нам все-таки добраться до смысла игры. 25 марта 2020 года университет в Фербенксе на Аляске – это крупный университет – представил полное исследование причин катастрофического падения здания номер 7 Всемирного торгового центра, того самого здания, чье обрушение 11 сентября 2001 года было объявлено первым в истории обрушением небоскреба, который полностью разрушился от пожара. Третья башня входила в комплекс зданий Всемирного торгового центра под номером 7. В нее не врезался самолет, она не подвергалась террористической атаке. 47-этажный небоскреб, основу которого составляли металлические конструкции, способные выдержать ураган, цунами и самые мощные землетрясения, сложился как карточный домик за 7 секунд. Это произошло спустя несколько часов после обрушения башен-близнецов. По официальной версии, раскаленные обломки вызвали в здании пожар, потушить который было невозможно. Такова версия Национального института стандартов и группы Рамсвелда. При том, что официальные расследования уже подвергнуты критике со стороны Ассоциации ветеранов ЦРУ, Ассоциации пожарных и Ассоциации авиадиспетчеров. Пожары никогда не становились причиной обрушения небоскребов, даже в случае более сильного и продолжительного горения, чем в 7-м корпусе. А там очаг возгорания, который, как утверждают, привел к падению здания, исчез за час до катастрофы. Это кадры из фильма «Переосмыслить 9.11», который выложен на одноименном сайте. Слева рушится 7-й корпус Всемирного торгового центра. Справа происходит контролируемый взрыв здания, предназначенного под снос. Найдите 10 отличий. Что такое этот университет Фербенкса? Аляскинский университет в Фербенксе, крупнейший университет в штате Аляска, США, входит в систему Аляскинского университета. Университет Фербенкса основан в 1917 году и начал прием студентов в 1922-м. По данным US News and World Report, на 2017 год является единственным университетом на Аляске, входящим в категорию национальные университеты. В 2017-м занимал 202-е место в этой категории в мире. Итак, это очень серьезный университет, находящийся на отшибе, которому шепотом сказали, слушай, исследуй все до конца по этому пожару. Честно и до конца. И так, чтобы либо-либо, но чтобы доказательства были убойные. Кто ему это сказал? Ну, конечно, ему сказали это какие-то официальные лица, но я думаю, что это ему сказал лично президент Трамп. Значит, существует версия Национального института стандартов, которая тогда была принята в качестве официальной, единственно возможной, а все стульной фейки. А теперь Фербенкс опровергает эту версию, не оставляет там камня на камне. Причем делает это объективными методами, так, что комар носу не подточит. Это все настолько доказательно, что к этому опровержению трудно будет не прислушаться. А оно потянет за собой. Пересмотр всего расследования событий 11 сентября 2001 года. До выборов президента США остается 7 месяцев. Сторонники Трампа считают, что расследование университетов в Фербенксе будет одним из элементов новой кампании по разоблачению так называемого глубинного государства. Трамп занят этим разоблачением, а не конспирологи. Ученые на основе объективных данных, даваемых естественными науками, инженерными дисциплинами, это заняты. Другим элементом этой кампании, как считают сторонники Трампа, будет, любите ли выносить вердикт, а не падайте сразу в обморок. Цитирую. Сотрудничество администрации Трампа с общественниками и экспертами, утверждающими, что COVID-19 это биологическое оружие американских спецслужб. Это американцы так считают. Пущеный в ход, чтобы нанести удар по предвыборным позициям Трампа. Таких общественников и экспертов много. Значит, с одной стороны, будет враспыл пущена версия Рамсвелда и других, с другой стороны, будет вот это все раскрыто. Как вы думаете, те, кто это делает, если они есть, они могут оставаться к этому безучастны? Они не должны стучать кулаком по столу, запрещая все на свете. 8 апреля 2020 года компания ABC сообщает, что разведка США предупреждала Белый Дон о губитных последствиях коронавируса как для здоровых людей, так и для бизнеса еще в ноябре 2019 года. По данным источников, которые ознакомились с докладом Национального центра медицинской разведки при разведном управлении Министерства обороны США, опасения в связи с вирусом, распространявшимся на территории китайского Ухана, уже в ноябре были подробно описаны представителями спецслужб, которые, цитата, беспокоились, что он, вирус, может нести серьезную угрозу американским военнослужащим в Азии. Составители доклада пришли к выводу, что последствия от вируса, цитата, могут быть катастрофическими. Как отмечает ABC, эта информация неоднократно была доведена до комитета начальников штабов вооруженных сил США и Белого дома. Проводились брифинги с участием высокопоставленных представителей федерального правительства и членов Совета национальной безопасности Белого дома по теме нового вируса. Они регулярно проводились в декабре, а в январе Трамп ежедневно получал информацию по развитию ситуации. Вот вам и ответ. Вы будете заниматься в вашем фэрбэнксе, там, тем, как мы плохо как бы сфабриковали версию о пожаре, вы будете заниматься нашими происками в том, что касается биологического оружия, а мы вами займемся. Мы вас предупреждали заранее, а вы не отреагировали. Вот мы и посмотрим, кто кого. 1 апреля 2020 года Венейшн сообщает, что Пентагон предупредил Трампа об областности пандемии еще в 2017 году. Цитирую Венейшн. «Наиболее вероятной и значительной угрозой представляется респираторное заболевание, особенно новая разновидность гриппа», написали еще в 2017 году аналитики Пентагона. «Эй, Сущ, а ну отгадай, сколько будет 2? 2х2, 4, эй, ты знал, Геви, ты знал». Особое внимание якобы уделялось в информации Пентагона возможности возникновения новой коронавирусной инфекции, учитывая опыт вспышек острого тяжелого респираторного синдрома SARS в Китае в 2003-м или ближневосточного респираторного синдрома Мерс в 2012-м». Так Геви знал, сколько будет 2х2, или он мудр и выучил таблицу умножения. Две версии одинаково правомочные. Но одна из них начинает получать некое преимущество в случае, когда начинают обнаруживаться некие специфические политические подвижки. 6 марта 2020 года «Тайм» начинает обсуждать вице-президента США Пенса. «Все сводится к Пенсу при COVID-19», говорит чиновник Белого дома, «и он с нуля набирает скорость». Пенс получает нейтральный или положительный отзыв от региональных и прочих лидеров, включая демократов. Отмечается, что Пенса выдвинули для прикрытия разногласий между Трампом и Фаучей. Также говорится, что Пенс очень рискует. Если он не справится сейчас, то быстро станет расходным материалом перед лицом растерженных американцев. А если справится, то станет резко лучше Трампа и гораздо приемлемее, чем Трамп для демократов и республиканцев одновременно. Запомните эту фигуру Пенс. 21 марта 2020 года это обсуждение подхватывает «Гардиан», сообщает читателям, что вице-президент обычно рассматривает США как неблагодарная роль, но как и дикчайни после террористических атак 9-11. Сегодня Пенса подняли непредсказуемое событие COVID-19. Отмечается, что бы ни случилось в ноябре, Пенс рассматривается как вероятный претендент от республиканцев на выборах 2024 года. И его демократы прибыл. Гэллоп информирует о том, что в рейтинге одобрения действий лидеров и институтов США по реагированию на коронавирус за период 13-22 марта 2020 года вице-президент США Майкл Пенс набрал 61% обогнав Трампа набравшего 60%. Еще недавно это было немыслимо. Пенс никто, Трамп все. А теперь Пенс обгоняет Трампа. А 28 марта 2020 Пенса начинает приподнимать The National Interest это журнал, который объединяет демократов и республиканцев. Такой некий компромисс. Мол, Пенса иронически сравнивает с Эзенхауэром, что, между прочим, делает его возможным кандидатом в президенты. Говорится о том, что у Майкла Пенса и Дуайта Эзенхауэра есть один общий незаменимый талант. Они умеют разговаривать с прессой. А Трамп говорит, фиг ли я буду терять время, если вы меня травите и потом фейки опишите. Прекращаю пресс-конференции. Отмечается, что Пенс умел убеждать граждан, что он самый способный информированный политик в Вашингтоне. Даже если он и не является таковым, он умеет так себя подать и в этом убедить, говорит The National Interest. Как Эйзенхауэр, говорит The National Interest, который встречался с прессой еженедельно, талант Пенса постоянно оттачивается через его выступления на теперь уже почти ежедневных брифингах по прессе для коронавируса. Говорится, что Трамп назначил Пенса этого цитата евангелического католика. Обратите внимание на это определение. Евангелисты это протестанты. Обратите внимание, запомните, чуть позже я буду это обсуждать. Не потому, что он не верит в науку, а потому, что он был недооценен, неискушен и очень скучен. Имеется ввиду Пенс. Не потому, что он не верит в науку, а верит ли в нее Пенс. Зачем об этом говорят? А потому, что он был недооценен, недоискушен и очень скучен. Но оказывается, пишет в National Interest, что по сравнению с Трампом, Пенс это именно то, что нужно Америке. Ну, а теперь о том, что может в какой-то степени раскрыть смысл игры, то есть подоплеку всех приведенных мною странных микроисторий. 30 января 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения признала, я просто разбираю хронологию, что вспышка коронавируса является, цитата, «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение». И уже на следующий день министр обороны США Марк Эспер издает распоряжение, согласно которому Северное командование вооруженных сил США должно стоять на низком старте в том, что касается возможности так называемого непрерывного управления. Вот о нем-то и стоит поговорить. Непрерывное управление подразумевает преемственность власти в случае ядерной войны, а также смерти президента, вице-президента и председателя палаты представителей. Помимо смерти этих лиц основанием для введения непрерывного управления является только неспособность этих лиц выполнять возлагаемые на них функции. Согласно давней директиве президента Эйзенхауэра в этом случае, в случае такой коллективной неспособности, которую Эйзенхауэр, конечно же, связывал с ядерной войной против Советского Союза, власть должна переходить к военным и осуществляться с помощью так называемого многоэтажного резервного правительства. Было ли это когда-нибудь задействовано? Как ни странно, да. После событий 11 сентября 2001 года на 12 часов это самое непрерывное управление было задействовано, и власть, которую должны были исполнять президент и другие, вице-президент, председатель палаты представителей, исполняло другое лицо, хотя президент в 2001 году Джордж Буш младший и эти другие лица были вполне дееспособны. А власть исполнял 12 часов некий Ричард Кварк, руководитель антитеррористических операций. Мы здесь входим в сферу достаточно закрытой проблематики, где очень важно, чтобы не было научной фантастики и конспирологии. Поэтому я даю некоторые разъяснения и сообщаю, что один из авторитетных американских журналистов, работающих в сфере военной аналитики Уильям Моррис Аркин, это журналист, расследователь, такие покруче, чем ЦРУ, всегда связаны с чем-нибудь типа ЦРУ, в течение длительного срока занимался проблемой непрерывного управления. Я подчеркиваю, что Аркин не конспиролог, он авторитетный военный журналист, аналитик, успешно работавший по этому профилю в трех очень авторитетных американских изданиях, Лос-Анджелс Таймс, Вашингтон Пост и Нью-Йорк Таймс. Такие издания не берут себе аналитиков расследователей в случае, если они не вписаны в спецслужбы, не умеют получать специнформацию и так далее. Боб Фудвард стоил любого директора ЦРУ, который вел расследование по импичменту Никсона. Аркин 20 лет занимаясь этим, а есть люди, которые иногда берутся начинать чем-то заниматься и занимают почти всю жизнь, и они даже не специалисты, они уже over-qualified, переквалифицированные суперспециалисты, это отнюдь не дилетанты, это уже люди вполне укорененные в проблематику. Вот он описывает после этих занятий 6 или 7 типов этого самого непрерывного управления. Первый РСМ касается защиты президента, вице-президента и их семей. Второй защиты министра обороны и главных начальников. Третий защиты членов Конгресса и Верховного Суда. Про четвертый никто ничего кроме названия Octagon не сообщает. Про пятый тоже ничего не сообщается кроме того, что называется Freejack. То же самое с шестым типом управления Zodiac. И существует еще седьмой Granite Shadle. Этот тип управления седьмой Granite Shadle, про который что-то известно, регламентирует развертывание спецпродазделений в Вашингтоне использования вооруженных сил в соответствующих ситуациях, а также проезд по территориям занятым военными. При этом план непрерывного управления под названием РСМ может быть применен только в случае президента и вице-президента или невозможность выполнения возложенных на их функций. Но ведь кто-то все эти планы многочисленные непрерывного управления должен вводить в действие и этот кто-то северное командование вооруженных сил США. Сейчас этим северным командованием вооруженных сил США руководит генерал военно-воздушных сил США Терренс О. Шогнаси. Шогнаси руководит не только этим северным командованием но и командованием по аэрокосмической обороне В Северной Америке. Шонеси сделал очень высококачественную карьеру в военно-воздушных силах Он авторитетен для военных, поскольку за его спиной И опыт непосредственных боевых действий в качестве командира эскадрильи И все виды стратегического управления вооруженными силами США Согласно американским законам, он управляет в случае смерти трех главных политических фигур 13 февраля 2020 года Шонеси заявил комиссии Сената по вооруженным силам Что северное командование готовится к худшему И что с этой целью оно держит связь с десятью другими командованиями Вот что такое непрерывное управление При этом в ведомстве северного командования, не только территории США, но и на Канаде, Мексике и Багаме И это северное командование имеет право по собственной инициативе развертывать войска на территории этих стран Права северного командования и степень детальности задействования этих прав в последние годы усиливались В 2016 году, так что это не времена из-за этого В 2016 году президент Барак Обама подписал секретный приказ номер 40 по политике непрерывного управления National Continuity Policy А за два дня до вступления в должность президента Дональда Трампа То есть 18 января 2017 Крейг Фьюгейт, директор ФЭМА Федерального агентства США по управлению в чрезвычайных ситуациях Подписал директиву номер один о непрерывности управления Federal Continuity Directive И эта директива уточняет функционирование данной параллельной власти на более низких уровнях То есть не при Зенхауре ее замыслили Не однажды при Буше ее ненадолго впарили Ее все время готовят и совершенствуют И эта штука немалая Эта штука вполне глобальная Нет ничего бредового Предположение о том, что данная параллельная система Непрерывного управления Может быть задействована С использованием искусственно созданной чрезвычайной ситуации Того же ковида или чего-нибудь сходного Вот она была задействована А была эта ситуация 9-11 11 сентября 2001 Искусственно создана или нет До сих пор спорят Вот сейчас новые данные возникают Значит ничего сумасшедшего Данной гипотези нет То, что эта система существует не выдумка, а факт То, что она была опробована опять-таки факт Никто, подчеркиваю, не утверждает Что ковид американцы запустили Для того, чтобы задействовать систему управления Это гипотеза Согласно которой ковид может быть и даже сооружен И тем более запущен Ради задействования этой системы И уж тем более может стать естественным предлогом Для запуска этой системы Эта гипотеза А является гипотезой И Б абсолютно правомочна В качестве таковой Поскольку ситуация удивительно непрозрачна То негоже пренебрегать такими гипотезами И уж тем более именовать их конспирологическими Кто конспирологичен? Шонесси? Эта система непрерывного управления? И 12 часов во время удара по башне? А тогда скажите, пожалуйста Что такое убийство Кеннеди? Это конспирология Или конкретная спецоперация Существенно повлиявшая на судьбу мира Ответ ведь очевиден Ну и как же можно отмахиваться От разного рода смелых гипотез Называя их конспирологически Имея в арсенале подобные Уже бывшие несомненные ситуации Которые остаются мутными На протяжении многих десятилетий Какова же связь этих управленческих подробностей Этого непрерывного управления С коронавирусной эпопией Есть достаточно авторитетная Некоспирологическая Некоммерческая служба новостей Кайзер Хаус Ньюс Которая еще во времена администрации Буша Сообщала о том Какие именно планы Эта администрация разрабатывает На случай Внимание! Использования террористам Биологического оружия Против американских военных Дислоцированных в других странах Была предложена определенная методика карантина Которая превращала Эти военные базы В объекты недоступные Ликвидации с помощью биологического оружия Эта методика была разработана Министерством обороны США На паях со службой охраны здоровья США Ничего конспирологического в ней нет Позже Подобную методику Тотального карантина Тогдашней В эпоху Крушения этих самых башен Министр обороны Дональд Рамсвелк Имея опыт Карантинной защиты Военных баз за рубежом Распорядился Распространить этот Карантинный опыт На все население в США Это поручение Было дано Картеру Мехеру И службы здоровья бывших комбатантов И доктору Ричарду Хэтчету Из Совета национальной безопасности Идея Рамсвелда Вы его не помните? А я помню Это достаточно волевой Безумный человек Состояло в том Чтобы за действие Он не одиночка В случае распространения Биологического оружия Тот тотальный карантин Распространенный На все гражданское население Страны Который Предполагалось Поначалу задействовать На базах И который затем Решили задействовать По отношению Ко всему Населению Подвергнутому Биологической атаке Этот карантин Не просто похож На то Что происходит в США Это вот так Одно к одному Для того Чтобы так начать делать Нужны соответствующие Инструкции Разработки Там все вот так Совпадает И Подчеркну еще раз Что будучи Задействованным Против ковида И совпадая Вот так С тем Что делал Рамсвелд Этот карантин Никогда Ранее Не использовался Ни кем Ни при каких Эпидемических Заболеваниях Кто Наиболее активно Продавливал Подобные планы Их развертку И так далее В 2006 году Центр контроля Предупреждения Заболеваний А С этой точки зрения Вам эта пробирка Паула Ничего не напоминает Не пробуждает Никаких мыслей А может Уже тогда Какое биологическое Это дело Замышлялось Разработки Центра По контролю Предупреждения Заболеваний Которые мы еще Обсудим Не были Приняты В качестве Планов Которые Надо задействовать Но они Чуть было Не были Приняты И были Положены В стол Тогда Этому Оказало Эффективное Сопротивление Школа Медицины При университете Джома Хопкинса И лично Профессор Дональд Хендерсон Руководивший И школой И очень серьезными Американскими Системами Реагирования На эпидемии Хендерсон И его коллеги Подняли Настоящий Бумб Против проекта Рамсфелда Мехера И Хэтчера И назвали Этот проект Окончательным Скатыванием Администрации США К абсолютному Тоталитаризму Ничего не напоминает В смысле Страхов Определенных Отчастиных групп Которые обсуждал Вначале Все официальные Документы Существовавшие На этот счет Странным образом Были уничтожены Администрацией Трампа В 2017 Единственный след Оставленный Позволяющий Не рассматривать Все данное Как конспирологию Это скандалы 2006 года Породившие Конфликт Хендерсона И группы Рамсфолда Мехера Хэтчера И других Выплеснулось Это Понимаете У нас есть Информация А потом Все следы Были стерты Но это А назад Не запрячешь Оно 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 Бунтар Бунтар Не запрячешь так называемой группы «Красный рассвет». Теперь что-то у нас багровое, а была группа «Красный рассвет». Эта идея «Красного рассвета» пропагандировалась Голливудом. Суть идеи, внимания в том, что Китай – это недружественная США-держава, вместе с которой сначала борются с советской угрозой, а потом вместе развивают мир и разделяют производственные функции. Это не такая вот дружественная держава. Это «Красный ужас», такой же, каким были советы. Этот «Красный ужас», он же демонизированный Китай, должен был по данным планам начать биологическую войну против человечества. Ее должна была начать Коммунистическая партия Китая. Вот это все сейчас выведено в текущий скандал по поводу ковида. Членами группы, раскручивавшей все, что вокруг этого «Красного рассвета», был сам этот Энтони Фаучи, возглавлявший Институт аллергии и инфекционных заболеваний. Дальше, внимание, человек, о котором еще надо будет говорить, Роберт Редфилд, директор Центра по контролю и профилактике заболеваний, а также уже знакомые нам доктора Картер Мехер и доктор Ричард Хатчетт. Это те самые доктора, которые впервые заявили о самой возможности распространения военного правила изоляции военнослужащих, находящихся на определенных объектах. Распространение этих правил на все население государств подвергнутых страшной биологической атаке, внимание, коммунистического Китая, она же «Красный рассвет». Итак, идея всеобщей обязательной изоляции не относится к числу идей, которые человечество использовало по отношению к эпидемическим заболеваниям самой страшной природы, которых эпидемических заболеваний было немного. Эта идея была предложена 15 лет назад администрацией президента Буша. И предложена она была не с целью охраны здоровья людей, а для милитаризации общества на случай биологической атаки и для введения непрерывного управления, которое сметает всю существующую официальную власть в Соединенных Штатах. Идут к черту все эти конгрессы, сенаты, все. И начинается совсем другая жизнь. Первый план, повторяю, возможной всеобщей обязательной изоляции был разработан под руководством Дональда Рамсфилда. Рамсфилд не рассматривал этот план как локальный, он ему сразу придал глобальный характер. Он утверждал, что на основе подобной обязательной изоляции можно будет, это он утверждал, перестроить всю финансовую производственную систему мира, причем так, чтобы позиция США резко усилилась. Вы меня слышите или нет? Рамсфилд говорил, нам нужно переустроить мир, чтобы США могли удерживать лидерство. И для того, чтобы так переустроить, это можно сделать с помощью обязательной изоляции от страшного эпидемического заболевания. После этой изоляции начнется новая жизнь, и мы опять окажемся лидерами. А мы это лидерство без этого потеряем. И потеряем мы его от Китая. Что конкретно предполагалось? Предполагалось, что всемирная общая обязательная изоляция запустит еще большую специализацию глобальной экономики. Что американцы отхватят себе самый выгодный кусок, периферийным странам отдадут несколько других кусков, а всех остальных вообще выметут за обочину. Разработку своих идей. Рамсфилд поручил никому-нибудь, не падайте в обморок, вердикторы и другие. Рамсфилд никому-нибудь это поручил. О близкой ему фармацевтической лаборатории Гелиад Сайенс. А в Американском институте предпринимательства сходная идея разрабатывалась группой проект нового американского века. В этом же идеологическом ключе находится доктрина глобального разделения труда, именуемая доктрина Цибровский. Вице-адмирал Цибровский – это выдающийся американский военный интеллектуал, автор очень интересного проекта сетевых войн. Он один из известных сторонников глобальной перестройки вот этого американского нового века, предполагающий перераспределение производительных сил в пользу США, а также, внимание, разрушение ряда производств, перерентации промышленности на производство вооружений и внедрение электронного тотального контроля над населением через мобильные телефоны. Вам мало? Вердикторы. Еще раз подчеркнем, что одна из главных задач группы, начавшая свою деятельность более десятилетия назад, является возложение всей ответственности именно на Китай. Причем речь идет именно об ответственности за крупное биологическое бедствие, якобы специально осуществленное Китаем в рамках биологической войны. Это предполагает наказание Китая и переустройство мира. Данный план предполагает расширение НАТО в Юго-Восточную Азию. И там есть еще один пикантный пункт, такой, который по своему цинизму не сопоставим с тем, что наши циники исполняют. Пикантный пункт звучит так. Переключение неявного финансирования СМИ на фармацевтические компании, при том, что ранее преобладало неявное финансирование СМИ со стороны нефтяных компаний. Выявление подобной подоплеки происходящего вряд ли стоит считать сооружением очередного конспирологического мифа. Тут есть все то, чего не должно быть в мифе. Много людей, много документов, много расследователей, статус этих расследователей и так далее, что все книги Вудова мы будем называть мифами, Шейдо и так далее. Все, что связано с расследованием не только импичмента, но и деятельностью того же ВУСИ и так далее. Нет уж, милые, есть специальный род литературы, которой конспирология не является и который на основе документов подобного рода вещи раскрывает. Слава Богу, он есть. И он должен развиваться. Количество утечек информации по поводу данной подоплеки достаточно велико. Я все перечислить тут не могу. Предъявили эту информацию достаточно авторитетные источники. Предъявлена она не сейчас, как на охоту ехать собак кормить. Она раньше была предъявлена. Я в силу своей первой специальности с большой осторожностью отношусь к любому армизму по поводу электронного порабощения человечества, осуществляемого под тем или иным предлогом. И дело не в том, что, повторяю, я уже сказал об этом вначале, что такое порабощение, мне кажется, не соответствующим моральному облику нашей мировой элиты. Повторю еще раз, что я считаю, что эта элита способна любую пакость. Но только пока что интеллектуальных силенок у нее на это не хватает. Так я полагал до того, как ознакомился со звук влечениями некого господина Либера. Чарльз Либер, глава департамента химии Гарвардского университета. Он один из самых влиятельных специалистов в области химии и нанохимии. Либер получил 11 престижных премий. Он член 18 высокостатусных академий научных организаций. Профессор Чарльз Либер арестован в ФБР по обвинению в преступных контактах с китайской властью. Либеру 61 год. Он создатель нано-проводов, которые способны полностью преобразовать электронику, и нано-электронных сенсоров, способных обнаруживать отдельные частицы вируса, а также ячеистых материалов, которые можно встраивать в отдельные части мозга, для того, чтобы лучше понимать работу мозга лечить болезни и травмы мозга. Это, конечно, не такой базар, такой сильно попсовый по поводу того, как всех нас сейчас замучают и поработят, но это серьезно. Лаборатория Либера получала гранты от Министерства Роскранения США, а также гранты американских военно-воздушных сил, военно-морских сил. Одновременно Либер получал крупные средства Туханьского технологического университета в рамках китайской государственной программы «План тысячи талантов». Либер обвиняется в том, что он скрыл получение этих средств, имея в числе своих заказчиков американские военные организации. То есть Либер подозреваясь в передаче к Китаю биологического оружия, в том числе вируса COVID-19. Либер пять лет проработал в Китае. Его зарплата там составляла 200 тысяч долларов в год, что немало, плюс миллион грантами. Поскольку он работал еще и на Пентагон, то ФБР обвинила Либера в связях с китайской разведкой. Коллеги Либера по Гарварду утверждают, что он занимался вещами почище COVID-19. Конкретно нанороботами вирусного размера, способными управлять клетками, обходя защитную реакцию организма. Он этим занимался. До чего он дозанимался, неважно, но он крайне серьезный человек. Конечно, это как бы не инженер Гарин из романа «Гиперболоит инженера Гарина», но это крутая личность. Считается, что арест Либера важный шаг в направлении к обострению не только торговой, но и шпионской войны между Китаем и США. Но дело не в этих войнах, которые стары, как мир, а в возможностях таких господ, как Либер, и в готовности сильных мира сего использовать такие возможности, что называется «ничтожи-сумняшись». Наличие возможности продвинутых Либеров и готовность к использованию этих возможностей. вот что такое угроза для человечества в современном этапе. А раз так, кто правы, нельзя отмахиваться от любых трактовок ковидных историй, даже тех, которые кажутся перевозбужденными, слегка попсовыми, экзотическими, избыточными. Судите сами. Судите